До 1 сентября остается все меньше времени, поэтому школы Тамбова сейчас ведут активную подготовку к новому учебному году. Проверка на соответствие всем положениям школ проводится специально за месяц, чтобы в случае выявления нарушений у образовательных учреждений было время на их исправление. Открывает череду приемок школа номер 36. Этим летом здесь прошла большая работа. В коридорах и 80% кабинетов был проведен косметический ремонт. Покрасили стены, постелили линолеум, поставили новые стенды. На первом этаже заменили двери. Прежде всего нас интересует территория школы, есть ли на ней сухие деревья, удалены ли они, как территория используется, место для проведения торжественных линеек. Внутри школы мы обращаем особое внимание на безопасность детей. Это работа турникетов, это замена огнетушителей, зарядка огнетушителей и ряд других вопросов. Проверяет комиссия и то, как были выполнены ранее выданные предписания. Так в школе полностью заменили ограждение, на которое из городского бюджета было выделено свыше трех миллионов рублей. При реализации этих финансовых средств мы заменили ограждение на школьном стадионе и установили четыре входных калитки, на которых установили систему домофона. Теперь наши обучающиеся работники школы будут проходить по универсальным электронным картам. Посетители будут заходить в школу подконтрольно, то есть с использованием тоже системы домофона и контрольного пропускного пункта, который находится внутри школы. Спортивная школа номер 6 в преддверии нового учебного года также провела небольшой ремонт. Здесь частично заменили кровлю, полностью обновили систему отопления в одном из помещений, закупили спортивное оборудование. Особое внимание комиссия обратила на систему подготовки воды. Смотрите, раньше мы готовили, была флораторная установка, мы готовили самую химию, по старинам, когда как бассейн. Но это очень невыгодно, огромное количество потребления электричества, огромное количество соли и нужно несколько, будем так говорить, десятков литров воды для этого. Проще купить готовую химию, она надолго хватает и более эффективна, уже точно обеззаражена. Плюс к этому еще дополнительная обработка, ультрафиолетовые установки стоят. В общей сложности в Тамбове приемка пройдет в 25 общеобразовательных учреждениях, 8 спортивных школах и 2 центрах дополнительного образования. Полина Матовникова, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова